В нашей области выборы проходят в 11 объединенных территориальных громадах. Две городские громады – это Вилковская и Березовская. Две громады поселковые – это Авангардовская и Цебриковская. И остальные громады у нас сельские – это Староказацкая, Дальницкая, Куяльницкая, Лиманская, Маякская и Знаменовская – сельские громады. В целом по всей Украине выявило 50 партий желания принимать участие в этих первых местных выборах громадах. Однако в Одесской области принимают участие в разных громадах 16 партий. В тот же час, что касается регистрации на посаду міських, сельских, селищных голев, то в целом зарегистрировано 41 кандидат. На посаду кандидатов в депутаты зарегистрировано 1433 кандидати, из которых 59,5% – это члены, и 40,5% – это женщины. В целом процесс регистрации происходящий в нормальном режиме, однако были определенные нюансы. Так, зафиксировано один випадок регистрации так называемого двойника. Такий випадок зарегистрированный в Куяльницкой сельской громаде, это Подельский район, где был зарегистрированный так называемый двойник одного из основных кандидатов, депутат из Синька Володимира Павловича, который на данный момент глава районной ради Подельской. Там был зарегистрированный кандидат с прозвищем «Меня по-батькови» Синько через «и» с крапочкой кандидат. Тобто майже полностью співпадает их прозвищем и имя по-батькови. Треба визначити, что в большинстве из 11 этих громад выборы будут проходить на конкурентной основе, тобто зарегистрирована значная количество кандидатов. Однако есть громади, где выборы будут мать вознаки певної неконкурентности, оскільки в двох громадах зарегистровано лише по два кандидати, а в одній громаді, такі як Сароказацька громада, на посаду голови. А в Сароказацькій громаді лише один кандидат зарегистрований. По судам, так же мы бы хотели отметить, что в целом это позитивная тенденция, что политические партии даже на местных выборах начали отстаивать свои интересы в судебном порядке, поскольку наш долголетний опыт наблюдения ранее не демонстрировал такой активности со стороны кандидатов, даже когда четко очевидно было, что их права нарушались. В данном случае некоторые партии пользовались такой возможностью, и во всех случаях суды становились на защиту политических партий, но по сути только одна комиссия в итоге учла решение, принятое судом. То есть в этом плане еще все не настолько хорошо, как хотелось бы. Несмотря на большое количество кандидатов, которые принимают участие в выборах, у нас в итоге, считая избирательных фондов, открыли только 13 кандидатов на должности сельских, поселковых, городских голов и 7 политических партий. Эти субъекты должны были буквально на этой неделе предоставить промежуточные отчеты об использовании своих финансовых средств, и в начале ноября должны будут предоставить финальные отчеты. Собственно говоря, эти отчеты станут для нас уже после выборов предметом для сравнения той агитационной активности, которую вели кандидаты, и, соответственно, возможного анализа предмета использования этих средств, то есть насколько кандидаты открыто отчитываются о том, сколько и как они тратят средств на выборы. Но мы также обратили внимание на некоторую негативную тенденцию, которую мы наблюдали и на выборах в 2015 году местных. Это распространение печатной агитационной продукции кандидатами с пометкой, что она была изготовлена на собственном оборудовании. В принципе, с одной стороны, закон никому не запрещает этого делать, но, с другой стороны, у нас некоторые сомнения закрадываются, когда агитационная продукция имеет явные признаки изготовления полиграфическим способом. Соответственно, мы сомневаемся в том, что у таких кандидатов дома стоит полиграфический станок, и они могут самостоятельно это делать. Обычно на местных и на национальных выборах мы наблюдаем традицию разноса продуктовых наборов, проведения благотворительных мероприятий, но с распространением агитационной продукции, которая призывает кандидатов голосовать за себя, либо за партию. Такие действия мы расцениваем как непрямой подкуп избирателей, что прямо расстрактовано законом. На нынешних выборах в ряде ОТГ у нас есть случаи распространения продуктовых наборов, есть случаи предоставления скидок на поставку газовых баллонов жителям, но при этом нет никаких признаков агитации. Соответственно, в данном случае нам бы хотелось обратить внимание в первую очередь кандидатов, что такую деятельность на период выборов все-таки нужно прекращать, потому что даже несмотря на то, что она происходит без агитации, особенно на местном уровне, избиратель в любом случае это будет воспринимать как призыв к голосованию именно за этого человека, потому что он хороший, потому что он помогает. Но это нарушает общие правила равной конкурентности в выборах и в любом случае может рассматриваться как материальная стимуляция.